В преддверии муниципальных выборов в Московском драматическом театре под руководством народного артиста СССР Армана Борисовича Джигарханяна прошла встреча руководителей армянской общины с кандидатами в депутаты муниципальных собраний и представителями армянской общественности. Встречу организовало Московское городское отделение Союза Армян России под руководством Шагана Петросяна, выступившего с инициативой поддержать соотечественников, баллотирующихся в муниципальные депутаты, выборы которых пройдут во всех районах Москвы 10 сентября 2017 года. В муниципальных выборах примут участие 7 513 кандидатов, из них около 100 кандидатов имеют армянское происхождение. Вечер объединил на площадке театра видных политических и общественных деятелей армянского происхождения, представителей искусства, науки, культуры и спорта. И не случайно Шаган Петросян предложил провести встречу именно в театре Джигарханяна, ведь кандидатура народного артиста СССР также выдвинута. Армен Борисович с присущей ему скромностью поприветствовал почетных гостей в лице президента Союза армян России Ара Абрамяна и посла Армении в Россию Вардана Таганяна, выразив большую благодарность за оказанную честь провести собрание в его театре. Это человек мира, это однозначно, хорошие люди. Чем больше будет жить, тем лучше для молодежи, для страны, для всего мира. Открывая встречу, президент Союза армян России, посол доброй воли ЮНЕСКО Ара Абрамяна подчеркнул, что во все времена большие усилия в развитии российского государства прикладывали и видные деятели армянской общины, среди которых Иван Лазарев, Михаил Лорис-Меликов, Иван Делианов, Валериан Мадатов, Иван Айвазовский, Анастас Микоян и многие другие. Ара Ашавирович призвал армянскую диаспору появить свою гражданскую позицию и принять самое активное участие в муниципальных выборах. Это настоящие граждане России, они москвичи. Они заботятся о москвичей. Не важно для них какой национальность, не важно для них что, они будут защищать всех нас. Здесь они обеспечивают нам мир и согласие. Я призывал, чтобы они голосовали за ним и не стеснялись. Мы открыто должны поддержать. Если мы знаем, что они хорошие, они ничем не отличаются от любого гражданина. У нас есть высокие звания гражданин России. С приветственным словом выступил чрезвычайный полномочный посол Республики Армения в Российской Федерации Вардан Таганян. В частности, он отметил, что Союз Армян России на протяжении многих лет решает вопросы глобального значения и вносит весомый вклад в дело укрепления российско-армянской дружбы. В вопросах подобного формата и масштаба посол призвал общину консолидировать силы и действовать сообща. Мы должны, обязаны сплотиться, сплотиться вокруг наших организаций, вокруг нашей церкви, нашего посольства и наших проектов и идей. Потому что все, что мы делаем все вместе, мы делаем одно целое. Это работаем на сближение наших отношений с Россией, на углубление, в первую очередь, торгово-экономических, политических, гуманитарных, на что нацелены работы наших соотечественных. Поэтому я призываю более конкретно работать над проектами, сплотиться, уйти от мясничковых задач и проблем и думать о глобальном, как мы можем развивать все, что мы имеем и создали за эти 300 лет в России. Перед соотечественниками с напутственными словами выступили легендарный советский военачальник генерал-лейтенант Норатер Григорянц, известный армянский скульптор, народный художник России, Армении и Украины Фрид Сагаян и другие видные деятели и почетные представители Союза Армян России. В рамках концертной программы выступил известный и всеми любимый юморист Карена Ванесян, а также актеры Московского армянского театра и другие артисты. Не так давно я был с семьей Ереванин, гуляем по нашей родине и вдруг я чувствую, что меня в Ереване не так узнают, как в Москве, как в Питере. Мне стало обидно, это моя родина, а жена меня успокоила, говорит, ладно, велика, все нормально, не удивляйся, это же Ереван город твоих двойников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова